Это выживание получилось очень непредсказуемым. Однажды я зашел на сервер с очень интересной задумкой. Я хотел построить такой домик, который будет практически невозможно зарейдить, и который принесет очень много проблем плановым игрокам. Присаживайтесь поудобнее, сегодня я расскажу вам о моем изобретении под названием Неуязвимая Змейка. Не забывайте про лайк, подписку и... Да, приятного просмотра. Помните, в прошлом ролике я вам кое о чем рассказывал? Дебетовая карта Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне от Лэзи Сквайр. Не просто красивая, но еще и экономит и зарабатывает для вас. А если оформить ее по ссылке в описании прямо сейчас, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Что касается кэшбэка, то вы получите до 15% на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их списки, кстати, постоянно обновляются. А на остаток по карте вам будет начисляться доход до 6% годовых ежемесячно. Приятно то, что кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Наличные, кстати, можно снимать также бесплатно в банкоматах. Скорее переходи по ссылке в описании, чтобы оформить космическую карту Тинькофф Блэк и получить вечное бесплатное обслуживание по ней. Торопитесь, акция действует до 16 октября. Как и начинаются все истории, я появился на пляже. И сразу заценил, какая на этом сервере была классная карта. Ой, тут такая карта классная, прям маленькая, прям все как не надо. РТшек рядом куча, кукурузы много, тыквы много, всего много. Одно просто сплошное счастье. Аутпост недалеко, тут железная дорога. Я нашел сервер. Это пушка. В планах у нас было отстроить что-то очень большое, что-то длинное. И то, что будет невозможно зарейдить. Но для этого нам нужна была дико населенная местность, где каждый игрок просто захотел бы нас выселить. И такое место я сразу же нашел. Оставалось туда всего лишь добежать. Тут классное место возле К9. Смотри, там три РТшки вообще стоят, Гастейшн. Там просто реально шикарное место. Но мне кажется, оно уже занято. Ну, место вроде как занято, да? Но вроде как нет. Ну, тут прям на дороге типы построились. Чтобы начало нашего выживания не затянулось на долгие часы, мне нужно было добежать до Гастейшна и поставить неподалеку от него небольшую кибитку. А также кину спальник моему тиммейту. Давай! На! Ну, конечно же, и конкуренты мне были не нужны. Наказан один. Хорош. В этот день у меня было шикарное настроение. Поэтому на старте я поформил даже немного бочек. Зеленый ящик. Дайте мне что-нибудь. Ветряк. Блин, а где мне его сейвить? И только на одной заправке мне удалось найти то, что мне было действительно нужно. Топор есть. Я, может быть, сейчас дом даже успею построить. Тут и зима недалеко, на случай, если кого-то рейдить надо будет. Главное, сейчас дом построить. Конечно, на огромный замок я не нафармил, но на старте мне этого и не нужно было. Здесь я и бахну кибирку. Пока мой друг пытался до меня добежать, я уже все подготовил для нашего выживания. Все, все по целью и пойду выбивать пушки с дипов. Неподалеку от меня как раз кто-то воевал, и я с чиркой в руках решил попытать удачу. Вижу антиратчика. А, я попал в него! О, прям на спальнике меня убил. Он даже мою чирку вонючую забрал. Тут какие-то люди все агрессивные вообще бегают. Тем временем, мой друг все еще пытался до меня добежать. Я надеюсь, я добегу до тебя, потому что у меня уже стремяночка есть. А я по-прежнему искал фермеров, с которых можно было что-нибудь выбить. О, чувак в курточке бежит. Минус чувак в курточке. О, тип просто фуловый нафиг умер. Ага, ПНВ-шка сюда. Я могу тебе спальник кинуть. Домой. Ха! Офигеть он компонентов принес. О, лидоруб. Какой у тебя ник? А, бот, бот 2. Офигел? А какой у тебя ник? Как ты меня назвал сейчас? Ты меня ботом сейчас назвал, а я не понял? Ты хочешь сказать, что я бот сейчас? Ты хочешь сказать, что я бот? Да. Я бот 1, ты бот 2, видишь, все честно. Твои ставки. Если я, если я не добегаю, я присваиваю звание... Мусор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чувак. И знаете, Илья полностью справился со своей задачей и поднялся до нового звания. Давай, давай, убей его нафиг. А, меня убили. Я бот. Изи. Я бот. А, я не бот. Я мусор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Реально, слышишь, новая ачивка. Мужик, я не могу добежать до твоего дома, я уже четвертую попытку делаю. Сервер был настолько жесткий, что Илья не мог добежать до меня целых 30 минут. Хорошо, что у него был такой тиммейт, как я, который кинул ему спальник. Пока у него было КД, я побежал на звуки выстрелов и встретил там двушечника, который вежливо согласился ее просто мне отдать. Я двушку забрал. Хорош. И практически в первые секунды она себя отработала на ура. Hello. Мммм, 170 скрабов сюда. Я, конечно, хотел заселить бота номер 2 к себе в хоромы, но у него были свои планы. Он хотел остроить домик неподалеку от меня, чтобы мы могли плотно обманывать челиков. Все, бот 2, присоединяйся, смотри. У нас бот дом стоит, зачем тебе еще один? И не успел Илья достроить свою кибитку, как вдруг на него напал типчик в антираде. Но этот тип даже и не представлял, что если он убьет бота 2, бот 1 придет на помощь. Hello, bitch. Ха-ха. Наказан. Ух. Беги домой к себе. Слышишь, давай на 2 дома пальцы. А, у меня все. Оказывается, что в этом лесу было 2 напарника. Биба и Боба. Одного из них, как вы видели, я забрал. А второй начал сидеть у меня под домом. Но он и не догадывался, что я самая быстрая океанка на Диком Западе. А, ха-ха-ха, я успел застроиться. Хорош. Наказан нафиг. Хорош. Забрал домик сюда. О, синий трактор. А, там красный трактор и синий трактор. И после такого мощного развала я понял, что домик мой надо укрепить. Ха-ха-ха, Илья. Бежит. Кто? Тут тип. Он умер. Вот мой. Вижу, вижу, идет сюда, идет сюда, идет сюда. Демонстративно строюсь. Он идет сюда, он идет сюда. Их двое, тут их двое, мужик. Пожалуйста, мэн, вы начнете, мой друг. Пожалуйста, не убей нас. Что? Дима, не выходи, пожалуйста. Их убили. Убил нафиг. Хорош. Тут калаш валяется. Взял калаш. Тут еще один калаш. Так, там капец. Я домой. А что нам делать? Строимся. У нас есть много дерева. Так, мы проиграли на сервере буквально всего лишь минут 40. И за эти 40 минут мы обрели калаш с топ-сетом и очень много проблем. Блин, я хотел их забайтить, а они, короче, не прыгнули ко мне. Камня у меня было не так много, но все-таки улучшить я что-то смог. Не знаю, что делать. Спальник надо кидать. Сто процентов. О, я придумал вообще пушку. Это дом, который будет самоликвидироваться. Вот, надо ночь переждать. Уф, блин, как же классно костер сейчас горит, реально. Я готов смотреть на него целую вечность. Неподалеку от нас я увидел сгнивший домик, в котором, казалось бы, что-то должно быть. О, тут ящики. Серьезно? А ты выберешься оттуда? Ага, топовые ящики. Упрыгай ко мне, слышишь, тут лута дофигища. У бота номер два просто произошли какие-то сбои, и он отказывался меня бустить. Поэтому пришлось применить коварный план. Чувак, здесь топовые топоры есть. Ну да, топовый топор. А как ты выберешься? Слышишь, тут два калаша лежит. Ага, это не прокатит, я уже там был. Был ты. Но в этот дом мы спускались не зря. Здесь стоял гантрап, который нам был нужен. Ой, большие ящики есть. И на этом моменте наша спокойная жизнь, к сожалению, была закончена. Помните калашистов, которых мы залутали у нас под домом? Так вот, они пришли со своими дружками снова. По земле кто-то топает. В хазмате. Их много. Около моего дома. Зашел за него. Можно я выйду убью? Дожди. Их много, двое точно. Они стреляют по дому моему. Я знаю. Они прямо перед мою дверью. Один точно. За моим домом один. Ааа, не спалили, что я здесь живу. Минус один. Их, двое еще. Я сдох. С калашом. Он около моей хаты. На двери. Убил меня. Убил. Убил второго. Третьего убил нафиг. У меня кд, брат. Пробуй хоть что-то засейвить. У меня в дверях еще есть. У них куча оружия. Это гг. Базука сюда. Чувак. Это я топаю. Слышишь, быстрее. 37 секунд. 25 секунд. Знаешь, в чем проблема? Не-не-не, проблема не в этом. В чем? В том, что они сейчас придут нас рейдить. Может новый дом быстро построить? Как вариант. И только собрал все ресурсики, чтобы отстроить новый домик, вернулись эти же челики. По всей видимости, они жили недалеко от нас. Живи. Илюха, его гантрапы убили быстрее! Я не знал, что делать в этом моменте, потому что их было очень много. И отдефать этот домик с камушком и факелом было просто невозможно. Минус один! Я, конечно, пытался спасти наши домики как только мог, но у меня ничего не получилось. Ну да, они, конечно, серьезные, ребята. Твой дом тоже вынесли. О! У меня есть домик. Они настолько сильно обиделись, что зарейдили все деревянные домики, которые находились неподалеку. Но вынести отсюда они смогли только свои калаши. Потому что челика с компонентами я убил в своем доме. Ну а восстановить домик не составило и большого труда, потому что ресурсики у меня тоже остались. Уже неплохо. Блин, ну было, конечно, очевидно, что мы долго тут не проживем. Нужно сделать то, что они никогда в жизни своей не зарейдят. Знаешь, что это? Что же это, Илья? Ты тоже думаешь о том же, о чем думаю я? Ну давай сделаем этот шедевр. Нам нужно будет много металла. Очень много металла. И в этот момент команда из двух ботов поняли, что это идеальное место для нашего гениального изобретения. Ребята, конечно, сильные. Жалко, Гантрап не изучил. Ай, господи, его изучить 5 секунд будет. Блин, план был хоро... О, план был хорош. Они шкафы нам в дома поставили, да? Неа. Кайф. Короче, надо пофармить, сейчас просто хотя бы деревянным сделать. После того, как нас зарейдили, мы поняли одну простую истину. Нам нужно здесь отстраивать нашу топовую задумку, которую будет практически невозможно зарейдить. Но на реализацию этой идеи нужно было очень много подфармить. Вот, смотри. Вот такой будет у нас топовый дом. А его можно будет сделать еще загадочней? Ну вообще его можно будет расширять бесконечно. Но нам надо будет, знаешь, поочередно его строить, потому что нам не хватит столько лесов. Угу. А шкаф придется потом переставить, мне кажется, да? Нам нужны две двери. Короче, надо металл двери сейчас намутить. Это надо что-то переработать, 100%. Точнее, кодовые замки намутить хотя бы. И понял, когда они будут шкаф взрывать, можно в другом месте спальники наприкать, короче? Да, да, нужно, понял. Да давай сделаем так. В каждом квадрате практически или через квадрат будет у нас стоять ящик. Смотри. Короче, надо сделать его такой длиной, чтобы спальник, короче, другой спальник не бил кд. Понял? Да. О, перчатки. Блин, калаша у нас теперь нет. Что байтить, пацанов? Не, как говорится, легко пришло. Ха-ха-ха. Легко ушло, да? Не, это слишком имбовое место, слушай. Тут можно вообще такую жесть сделать. И не успел я это произнести, как увидел антирадщика, которого мы захотели перехватить. Офигеть, Томпсон это имбан. Ты убил? Нет. Я ни разу не попал. Он рейдит! Он рейдит! Он рейдит! Внутри! Ага, ага, ага. Внутри уже. Ты? Я тут топаю. Рядно. Ултаю. Есть ли? Мне больно, мне больно. Я жив. Мне отхилиться, надо мне забегать. Сиди, сиди, сиди. Сейчас, подожди, я застроюсь нафиг. О, хорош. Ну-ка, отойди. Это наш новый дом. Спальник, спальник, спальник. Изи рейд. Изи рейд. Блин, ну это вообще какие-то бомжи были. Хеллоу, этот человек рейдит мою басу. Пожалуйста, помогите мне? Хеллоу, пожалуйста, помогите мне. Этот человек хочет рейдить мою басу, пожалуйста. Так мы обрели еще один домик В котором могли поформить немного ресурсов Чтобы достроить нашу топовую задумку Ну и конечно же скраб, который у нас был Мы потратили на изучение Как минимум мне нужна была лестница Ну я лестницу изучил Тут до гантрапа идти 570 скраб А знаете зачем она нам была нужна? Так вот, когда мы забрали этот домик И начали в нем развиваться Возле нас появились рувкемперы соседи И нам с этим срочно нужно было что-то делать О, Томик, Томик вниз упал Плюс Томик Хорош Ты где? Бегу к тебе Блин А почему меня-то сразу, мужик? Берданчик тут О, ты жив? Ты умер Нет Я ползу к тебе Он подбегает с берданкой Голый, голый с другой стороны Залезет, 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 залезет не можешь залезть Залезет Залезет Шиииииииииииииииииииииииииииииии Вы умер Шииииииииииииииииыииииииии Beach На мне Утает Оу Коман Умер я прочувствовал какой же пункт на зелёнках имба подожди поиграли поиграешь до лестницы есть эти горю это имба это имбища вот эти за и по спикап изи 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 конечно же выходить на крышу они больше не собирались но суеты мы навели на этой территории очень неплохо вышел спустя 30 минут после того как на зарейдили у нас снова появилось много оружия и различных ресурсов но дальше нас ждали только серьезные испытания компонентов у нас уже было более чем достаточно чтобы поставить второй верстак нам нужно было всего лишь все переработать вам и только я собирался сбегать в зиму и поформить камушка как вдруг на меня выбежал сосед и мне пришлось с ним разобраться у бюте по а мая frame амой меймбер алюмини в цельфейки со Varso God I love you love you а ユнион понял чул чул-чул чул-чул чул уй ой нет Эти помповщики ненормальные вообще А потом каким-то образом они вычислили, где мы живем И начали сидеть у нас под дверью Ну а я в свою очередь пытался их задизморалить всеми доступными методами Слушай, что они в нашем лесу делают? Я не знаю Нормас, 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 они лестницы нам принесли Ну и конечно же разборки с нашими соседями продолжались снова и снова По-моему я убил двоих, я не уверен, конечно Да, двоих нафиг убил Еще плюс домик О, пингвин Это их дом И вы чувствуете этот запах? Да, так горит у наших соседей Нам срочно нужно было переезжать, но эти файты нас просто не отпускали Тем более здесь бегали фармеры, которые фармили скраб О, ты посмотри на этот меч, слышишь? Капец он огромный нафиг Так это его тиммейт, слышишь, в него кинул У них какие-то проблемы в команде, мне кажется О, тогда турели, вообще фигня 500 скраба осталось и все, и турель изучен Легко Нам серка нужна Офигеть, у нас такие планы, а мы еще не отстроили И дабы ускорить процесс строительства, нам нужно было поформить камня Которого возле нас, кстати говоря, просто не было А еще нам нужно было улучшить наш домик, где были все ресурсы Потому что мы понимали, что соседи нас могут зарейдить Капец у нас лута уже здесь А пока я занимался обустройкой домика К нам подбежал какой-то челик и оставил небольшое послание Тихо, он повесил нам фигню какую-то на стенку Ха-ха-ха Он прибежал, короче, и повесил на стенку Типа шаби, шаби, шаби На китайском оскорблении Нифига себе, у меня самый полезный тиммейт в этом мире просто Он расфасовал все пушечки Одежду Знал бы бот номер два, что все эти ящики все равно превратятся в мусорку через некоторое время Я могу изучить турельку Лысый, у нас сегодня очень много планов Э! Стоять, лысый. У нас очень много планов, которые мы должны реализовать с тобой сегодня. Давай, давай, щевели-булькани. И когда я сказал Илье ключевое слово фарм, его уже просто было не остановить. Иди! О, смотри, там вторую верстаку типа сгнил. У нас есть он. Ну ладно, все равно нужно. Нужно забрать его. Так это наш сосед, да он ливнул вчера окончательно? ПЛИЗ ДОНТ КИЛЬМИ! Я его убил нафиг, толку тебя убил. Ха-ха-ха! Сыба! Юньк! Да, нам скрапа много надо до... Ну, до гранаты. 650 скрапа надо. Мы жили в эпицентре РТшек. И на фармить скрап была небольшая проблемка. Ведь там постоянно бегали различные фермеры. Минус 2. Может это фармилки какие-то были? Они так убегали от меня жестко. О, это фармилки были, слышишь? Ха-ха-ха! Они наперерапшили походу. О, тут камня много, слышишь? Угу. Тип в Казмачев, где мы заходили. Понял. Хэдшот! Ты убил его? Умер. Да. Ха-ха-ха! Силочки были. И хоть Илюха развалил черрика с пушкой, но от танка убежать он не смог. Так, я Томик забрал, короче. Все, я пошел отсюда. Чувак в топ-сете. Понимая, что стреляться с этим калашистом на дальнюю дистанцию было просто самоубийством, я решил занять выгодную для себя позицию и дождаться, когда же он придет меня пушить. Убил его! Ты куда собрался, сынок? Нафиг бежит за мной. С калашом тут ищет меня. Ха-ха-ха! Искал охотника, слышишь? Нашел охотника. И, наконец, спустя огромное количество времени мы все-таки смогли добежать до зимы, чтобы там поформить камушку. Все, пойдем, наверное, в сторону дома и реально тоже кулову уже. И по пути поформим еще камушка. У меня вообще сейчас идея получше появилась. Можно дом, короче, обойти стороной, типа, круглую сделать, квадрат, понял? А в центре сделать вид, что мы, типа, там рейдим. Там везде будут стоять турели, типа, двери. И когда они, допустим, придут к нам и убьют нас, и сядут лутать, да? Они вниз падают, открываются двери, короче, там ящики будут на первом этаже стоять. Открываются двери, и типы будут откисать там. 200 IQ, мужик. Да, идея была действительно неплохой, но для ее реализации нужно было неплохо так попотеть. И знаете, какой самый большой бонус этого дома? Его можно было расширять просто бесконечно. Типа, у нас же дом будет бесконечно продолжаться, правильно? Да. За мной уже следят. За мной уже следят. Почему вы, почему вы строите эту базу? Потому что я не строю эту базу. Извините, извините за тебя, ребята. Я просто лежу вверх, и... Если вы хотите, я могу вам приглашать к группе, Because we are good people. Я поговорил с этим малым, и оказывается, он жил неподалеку от нас. Он следил за моими действиями, потому что боялся, что мы его зарейдим. Ну а чтобы мы не мешали друг другу, я добавил его в команду. А возле нашего старого домика постоянно сидел Руф Кемпер на крыше. И вы просто не представляете, какой же дискомфорт это у нас вызывало. Наши соседи активизировались. Серьезно? Да, на крыше сели. И на протяжении всего дня один из них сидел на крыше. Понимая то, что это не прекратится, мы все-таки решили переехать в наш новенький домик. И только мы собирались бегать на ватерплент за красной карточкой, Как вдруг на нас напали какие-то чайлики. Какие точек дал? Оп, я внутри. В разные стороны расходятся. Один на мне, другой немножко, они очень в разные стороны. Один в пусты и убежал домой. Один убежал домой, они на дороге живут в деревянной хате. Одного убил. Опа! Меня убьют. Меня убили. Мы не знали, кто это такие, но, очевидно, отдавать им синюю карту не собирались. Поэтому практически сразу мы решили сделать им небольшой ремонт. Перетаскивать будет, сто процентов. Убил двоих. Заходи. Открыто. Шкаф не открыт. У нас бурый есть. Сейчас бы долбим фундамент. Синюю карту надо забрать отсюда. И филс. Мы вообще в лотов собирались идти. Не, нормально, мы сейчас бы долбим стенку у них и все. Ух, как хорошо долбится-то! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Готов? Сейчас, перезаряжаюсь. Все, пойдем домой. Во, да, теперь можно со спокойной душой пойти полутать. А потом мне и вовсе стало жалко этих бомжиков. Ведь мы их зарейдили просто из-за того, что они забрали у нас синюю карту. Поэтому я решил им самую малость помочь. Вот зачем ты меня убил, когда я шел лутать. Вот только. Да я не знал, что это вы, ребят. Мы хотели пожить, просто никого не трогать. Мы новички в расти. Блин, жалко вас, конечно. Ну, застраивайте дом-то. Ну, мы тут будем жить, извините. Мы трогать вас не будем. Мы просто будем выживать. Ладно, я потом вам чуть попозже подгон принесу какой-нибудь. За то, что вас зарейдил. Нам по-прежнему нужно было много скрапа. И чтобы избавиться от этой проблемы, нам просто нужна была красная карта. И поверьте мне, охота за ней длилась целую вечность. Ее постоянно кто-то лутал. И наконец-то, спустя миллионную попытку, я все-таки умудрился ее найти. Сюда. И не теряя ни малейшие секунды, я побежал лутать космодром. Ведь там были вкуснейшие элитные ящички. НПЗшка выпала. Наш длинный домик уже был практически готов. Я решил перенести туда основную пачку лута. И как обычно бывает, я попадаю в самый лучший тайминг. В этом лесу меня ждала какая-то засада. Так я не понял, что это за грибники тут бегают. И уже в этот момент я полностью ощутил имбовость этого домика. Я выходил буквально со всех сторон. Мои противники даже не понимали, что происходит. О, сюда. Что, на переработку, что ли, да? О, гантрапчик. Хороши, ребята. Да, длинный дом это, конечно, имба. С одного входа заходишь, с трех других выходишь. Тут просто столько места уже нет, чтобы все это сейвить. Длинный домик мы полностью заставили дверьми и гаражками, чтобы рейдеры получили максимальное удовольствие. Возле нас постоянно происходили какие-то рейды. Это означало только одно, что нам нужно как можно быстрее достраивать эту ловушку. И байте челиков сюда. Что нам нужно, чтобы всю электрику сейчас спрятать? Слышал? Конечно слышал. Он что сказал тебе? Я походу... Ха-ха! Ты слышишь, как он удивляется нашему дому? Пристегивайте ремни. Сейчас я вам покажу, как правильно разваливать с помпа на зеленкой. Чувак, я троих распигачил! Чувак! Я спампа троих отфигачил, а не фул! Слышь! Это чё за имба нафиг? Он... Он ливнул сразу! Это те самые парни, которые тебя... Да, да, с красной картой! What? И только я хотел пойти переработать все компоненты, которые я забрал с них, как вдруг на этом же гастейшене я послушал разговор двух типов. Слышишь, тут немцы какие-то. Я 500 скраба с них забрал, нафиг. Давай, мышь, и домой отнесу. На, скраб. И гантрав домой. Ой, я тут надолго на перераве. А скрабчик, который у нас появился, я полностью потратил на изучение ракеты и ракетницы. Я базуку изучил, скоростную ракету. Всё, сюда, нафиг. Ловушка уже была практически готова, но мне нужно было её затестить. Для этого я нашёл бомжика, который пробегал неподалёку от нас. Комай, I open door for you. I open door for you. Первый клиент. Я, в принципе, обещал, что я дверь открою для него. Я, в принципе, обещал, что я дверь открою для него. Спасибо, чувак. Нет проблем, брат. Оставлять шкафчик в центре этого домика было просто глупо, потому что, как вы знаете, любой домик обычно рейдет прям в середину. Поэтому мы решили поступить хитрее и поставить шкаф в другом месте. Всё, плюс шкаф. Жив? А сейчас? И сказать честно, бот номер два был просто рекордсменом по умиранию от собственной ловушки. Бундук! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты нахрен! Ага, блин. Вон? У нас тип по дому. У-у-у! Стой! Пускай открытый дверь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кто с тобой? Ты куда побежал? Ха-ха-ха-ха! И как вы видите, наша ловушка работала идеально. Строительство было уже практически закончено, но нам по-прежнему не хватало компонентов и третьего верстака. Поэтому мы отправились лутать метро. Два хита дал. Я хит. Хейнгзап, перфикер! Там еще тип стоял. Что за фигня? Прикинь, мы уже объездили фиг знает сколько станций и ни одной камеры. Просто, что за бред? О! Вагонетка сзади! Надо было ехать, надо было ехать, врываться. Они к нам едут, мужик! Меня сразу сферили, брат. Они по мне зажали. Еще один! Ты прям фульный был? Угу. Минус три. Ну и меня просто пермачом, как я развернулся, убили. Блин, ну они вообще бомжары вонючие. Ну у нас что происходит? Они даже не лутали ничего. Мы настолько много всего залутали, что я даже не знал, куда это все складывать. Ближайшая ко мне станция была Outpost, поэтому я добрался туда, чтобы переработать все свои компонентики. И все, перерабатываю, что у меня есть. Камеры, блин, не продаются? Нет, не продаются. У нас оставалась самая большая проблема. На протяжении нескольких часов мы просто не могли найти камеры, чтобы скрафтить турели. Поэтому турели пришлось купить. Я три турели купил. Только нам нужны камеры, чтобы провести их внутри, понял? Стоп, за типами следить. Офигенно придумал? Да. Так, я лещу домой. Уууу, по мне стреляют, по мне все стреляют. Когда я прилетел домой, я был просто в ужасе. Нашу турельку кто-то разбил. У нас турели нет. Нам турели разбили, слышишь? Все? Одна была? Одна была, да, разбили ее нафиг. Это вот этот каморь, они будут рейдить, я думаю. И вы просто посмотрите на эту красоту. Наш домик уже был практически готов к тому, чтобы начинать байтить наших клановых игроков. Оставалось всего лишь добавить несколько штрихов. Как же тут плотно рейдят. Все, мы обязательно лутак сделаем. Хотя стой, может быть хватит камня. Мне нужно было сделать максимально правдоподобную лутовую. Поэтому я расставил сюда ящики, поставил третий верстак и, наконец-то, начал проводить электричество. Раз, два, три. Замки сделал? Еще два крафтиса. Ого! Смотри, тут, короче, будет дверь. Ну, кодовый дур-контроллер сейчас. Смотри, сейчас печки поставим сюда. Типа, и надо сделать так, чтобы они работали, типа, запятать их. Чтобы они прятаться вообще не могли, понял? Класс, мужик, это офигенно. Я сейчас, когда скажу, рубильник дерни. Хорошо. Дерни рубильник. Запустилась. Сразу турели, слышишь, запустились. Двери открылись. Так, ну отсюда ты не убежишь. Отсюда ты не убежишь. Ге-ге, слышишь? Вырубай, вырубай турели. Вырубай турели. Все идеально работало. Я даже подключил турели к Рост Плюс, чтобы, сидя на камерах, мог спокойно открывать двери. Тут ричелика с калашами, чувак, подкатывалась. Слушай, тут такое мясо сейчас будет. Я тебе кричу. Пятеро. Пятеро. Я могу их прям сейчас забайтить. Слышишь, натурели? Но для того, чтобы байт был максимально качественный, мне нужно было скрафтить скоростные ракеты и базуки. А впереди вас будет ждать просто нереальное веселье. А чтобы все выглядело максимально правдоподобно, я даже взорвал корову неподалеку от того места, где им пришлось бы рейдить. Типа, челики прилетели сюда, слышишь? Отлично. Пусть открытый гараж, как раз, челики пускай заходят и умирают. Наш парень нас защищает, слышишь? Боится, боится. Все, ящик минус, отлично. Еще бахаем. О, я вниз упал. Хорош. Он вниз прыгнул. Меня в селке убили. Наши соседи идут. Давай! Тихо, 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 другие пришли. У меня кд на спалках будет. Я знаю, что делать, надо, слышно, типа, сейчас одену мертвого. Нет, меня убили! Открывай! Он пытается выпрыгнуть. Двое, двое, двое! Открываю! Их убило? Одного, да, второго вроде тоже. Чувак! Их убило нафиг? Да! Илюха! Это вообще рабочая фигня. Слышь байтит хохов так на рейд. Ха-ха-ха-ха! Ай, блин! Убил одного! Илюха, я валяюсь! Поднять меня, поднять, поднять! Где второй? Сейчас сюда запрыгни. Убил! И вагантрап убил нафиг. Самое классное в этом домике было то, что можно было зайти абсолютно с любого входа и выйти в самом неподходящем месте для них. Это был действительно домик-лабиринт. О, тут вот реально фулгир есть. Меню-то море. Ладно, пускай. Так он там и сидит, например. Где? Я сейчас выпрыгнул, убью его нафиг. Я вижу его. Вот он он. Со смоками, с калашом. Я два калаша забрал, слышишь? Я буду в ящики скидывать, короче, которые у нас для байта были. Пускай там лежат. Короче, я просек фишку, как правильно отыгрывать. Минус раз. Минус два. Минус три нафиг. Тут весь сервер сдох, походу. О, ЛРК кого-то убило. Чувак, тут столько голых бежит. Как с пляжа просто. Есть еще трупы на подлут, нет? Убили? Конечно. Там столько типов бегает. Меня так убивают. А, меня убивают! Тилигранно убежал чисто. Щиииии! Щиии! Я закрою его нафиг! он не выйдет отсюда и этот клан настолько сильно обиделся что решили нас прорейдить и каким-то чудом они даже умудрились добраться до центра дома но эти ребята даже и не понимали что они попали в наш лабиринт и что оттуда живым еще не выбирался абсолютно никто я забежал с другой стороны схватил коллаж который засейвил и пошел отбивать нашу крепость а а а а а а Фух, Илья нафиг, это чё за жесть была, скажи мне Ха-ха-ха-ха, они уже голыми прибегают, слышь Кланчик, который так плотно к нам приходил, жил вот в этой маленькой полусгнившей кибитке А ещё меня очень сильно раздражал сосед, который постоянно стрелял по нам с крыши И с этим точно нужно было что-то делать На, посидел на крыше Конечно же, чтобы жизни ему мёдом не казалось, я решил отстроить вышку прямо напротив него Но с момента, как я закончил строительство, больше этот руфтемпер на крыше не появлялся Но у меня всё равно было огромное желание выселить его отсюда А под моим домом всё чаще начали бегать какие-то странные челики Они явно пытались понять, куда же его всё-таки рейдить Блин Ези, окей А ещё возле моего дома бегали какие-то голумы из Властелина колец Это тебе заметно Это мозговая атака И сказать честно, мне было действительно страшно Эти звуки мне напоминали какую-то хоррор-игру Но прятаться в моём длинном доме мне было просто некогда Мне нужно было серо, чтобы выселить соседа Но вначале мне нужно было зачистить дом от гоблинов Блин, тут кусты везде, непонятно на это И после глобул обновы атмосфера выросла в разы Вы посмотрите на эти прекрасные печки Стоял я, значит, готовился к рейду и услышал это Я прикол не понял, а кого рейдят? Нифига себе Нифига себе Это рейдит мою жертву? И как оказалось, их рейдил домик, который находился прямо напротив них Опа! Убил нафиг Шкаф быстрее Изи нафиг Блин, по рейду всё Мне походу застроиться нечем, я закрыл шкас На самом деле я был очень доволен тому, что этот домик мне не пришлось рейдить самому, потому что фармить ракет на него нужно было много Докрафтив немного взрывчатки, я решил пробить последнюю гаражку, ведь там тоже могли быть ящики На! Сейчас еще ап будет бомб. Третий верстак, ну это вход что-либо? Да. В общем, все скрапно. Я им сейчас фоточку оставлю. А еще на стеночке я им оставил небольшое послание, чтобы Рув Кемпер знал, кто забрал его ресурсы. Привет, мистер Рув Кемпер. Сейчас я реперирую твою бейс, вы не сможете пачать мою большую крышу. Пускай проигрывается до конца просто. В этот день все шло как по маслу. Я избавился от моих противников, которые сидели на крыше. Мы отбились от рейда, но это был еще не конец. Я был просто обязан сделать анбоксинг этой территории. Хоть она и выглядела сгнившей, но там жили пять человек, которые приходили нас рейдить. А, тут еще одна стенка. Идется еще крафтить. О, порох есть. О, ящички. Оттолку от них. Немного серые. Тут тоже серые? Не, вообще нормально. В конечном итоге ракеты у меня полностью закончились и мне пришлось сбить вертолет. Сбил. Тем самым на мой домик я сбайтил еще какой-то клан. О, сижки ракеты, сюда. Убил, походу. Убил его нафиг. Дострелялся? Ой, вот он, с калашом. Мог спокойно, как нормальный чувак, запушить, а не сидеть в кустах. О, еще сижки ракеты. Сюда нафиг. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кайф. Пойду сразу рейдить. Скажите, что тут серый будет, потому что я устал уже искать этот, в этом доме лук. Тут лестницы были, классно. Ох, нифига себе тут буров. Серый можно, пожалуйста, или нет? Хоть серый в этом домике и не было, зато я поимел огромное количество ресурсов и пушек. А этой же ночью я решил полностью закатать наш домик в МВК, чтобы его точно никто не зарейдил. А также, пока у меня было время, я провел еще несколько камер, чтобы я мог следить за этой территорией по всему периметру. И на этом мой день подошел к концу. Я отправился спать. Когда я проснулся и подошел к компьютеру, я увидел это. Меня кто-то начал рейдить. Хорошо, что эти ребята не знали, что их ждет впереди. Минус потолок. Где мой рост плюс? Ха-ха-ха-ха-ха. Они спрыгнули. Сейчас будем тестить помп на зеленках. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сюда. Ээээ. Он в слепой зоне. Короче, я знаю, что надо делать. Надо все двери нафиг открывать. Хэллоу. У него ракеты были. Сюда. Я сейчас открою все двери. Клутовой. Пусть заходят. Сейчас напишу. Ай-9 фрибейс. О, идет. Why you raid my base, man? Они дальше рейдят. Нифига. Ха-ха-ха. Минус. Чувак, не делай этого. Уже все мои гантрапы разобьет. Это что за китайцы у меня вообще рейдить пришли? О, еще ракеты! Я знаю, что теперь надо делать. У меня тут дырка в стене. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. ПЛИЗ ДОНТ! ПЛИЗ ДОНТ! ПЛИЗ ДОНТ КИЛМИ! ПЛИЗ ДОНТ КИЛМИ! они тут гантрап один разбили пусть заходят я в принципе не против hello hello why you kill me bro why you kill me я пытался байтить этого челика как только мог но заходить он не собирался и тогда я отправил его на спальник ХАХАХАХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Еееееееееееееее guys Ты устрачивость final product inden этом вайпе наш дом простоял просто выдержал мы жили в самом жестком месте он выстоял просто натиск клановых игроков тоже меня почему-то кажется то что никакой здравых игроков не будет родить твой дом потому что ну просто невозможно найти утру в этом доме только если не на слух потому что он просто везде находится я думаю нас точно никто не придет рейдить я думаю ты правильно думаешь мы уже были просто уверены что нас больше никто не придет рейдить поэтому просто устроили флекс двух ботов а если ты хочешь увидеть продолжение длинного домика поставь лайк я уже придумал улучшенную версию и вообще было бы неплохо если бы вы еще и написали комментарий всем пока ну и конечно же передавайте батон номер 2 большой привет потому что у него скоро выйдет видос под названием притворился чизи и поверьте мне контентом пушечка ссылку на него и оставил в описании